С прошлого года, с июня месяца, согласие и одобрение нашего руководства Дмитрия Ивановича Соловьева и просьбы Васильевой Марины Иннокентьевны организовать здесь сплетение маскировочных сетей, мы начали работать. Это получается уже с июня месяца почти год. И к нам на помощь уже с первых дней, вот я бросила клич, анонс отправила в школу, и стали приходить пенсионеры, волонтеры, люди возрастом, и уже на постоянной основе они нам помогают. Это большое поспорье. И еще летом нам помогали студенты СФУ и ЕН, естественных наук, институт, тоже помогали очень хорошо, поэтому мы первое время быстро справились, собрали деньги, закупили материалы, это уже зимний вариант, уже другой, спанбонд называется, а те ткани были вот такие вот камуфляжные, мох, лягушка, принт, да, вот разные названия. Ну, они считаются одобрены Минобороны. И поэтому вот эти маскировочные сети, которые мы плетем, через наши руки проходят, через пальцы наших волонтеров, они вообще защищают наших солдат, бойцов там, СФУ, да. И они, вот экспериментом, да, доказано, Василиев у нас Сергей Ефимович, ученый, физик СФУ, проводил эксперименты на наших тоже, да. И это доказано, что оно закрывает именно наших вот бойцов от коптера сверху на 120 метров и даже от тепловизора. Поэтому те, которые изготавливаются на машине, машинной, да, такой технологии, они, говорят, уже просматриваются. А то, что мы руками производим, плетем, они очень хорошо защищают. И каждый раз, когда приезжают бойцы, во время отпуска к нам заходят, благодарят, даже вот конфеты, сладости приносят, обнимают нас. И вот мы их тоже благословляем, арчи, и вот крестим даже их, и вот обеспечиваем их, снабжаем вот этими сетями. За время нашей вот этой деятельности волонтерской нами изготовлено более ста вот тех маскировочных сетей. Кроме этого, наши волонтеры тоже вот пционеры на дому шьют пояса, стельки теплые, носки вяжут и даже бублики и подушки для госпиталя. Наверное, их очень много было у нас. И на днях должны еще принести хорскал. Хорскал тоже вот заказали. Ну вот на днях мы выдали бойцу, он звонил лично мне, и мы ему выдали четыре вот таких маскировочных сети, ну и то, что было у нас. И он прямо довольный уехал, ну, чтобы он мог, ну, своими поделиться бойцами. Так вот, первые у нас сети мы выдали Сергеем Михайловичем вот москвичам, и даже приезжали из Донецка, именно вот, которые руководят летательными аппаратами вот инструктора. Мы им выдали шесть штук, но расцветка была тогда другая. Первую сеточку, где-то три штуки, мы выдали бойцу БОТР-2, ну, пенсионер, ну, почти моего возраста, который добровольно решил поехать туда, осво. Ну, и он получил наши вот эти сети, и довольный тоже уехал. Мы его за его вот жизнью наблюдаем по WhatsApp, в кадрах, в виде. Ну, наша деятельность, я считаю, очень даже важная, нужная. Это безвозмездная работа. И каждый из нас, вот, женщины, вот, в основном старшего возраста у нас помогают. Конечно, и они все понимают, сознательные, ответственные. И вот дисциплинированно они приходят прямо вот с утра и начинают до четырех, пяти, шести, вот, работать, плести, ну, и обеспечиваем их обедом. Еще, кроме этого, мы проводим систематически, да, постоянно, на постоянной основе, вне акций, мастер-классы горожана, которые хотят ознакомиться вот с технологией плетения. И еще студентов, СУЗов, ВУЗов, ну, и работников. Даже сам министр культуры Валерий Ноев приезжал и уже получил от нас мастер-класс и сам вплел вот эти маскировочные сети. Размер вот этой сети 2 на 2,20. А первое время у нас было вот 2,2 на метр двадцать. А потом мы ее увеличили, она вот охватывает, туда идет, и это получает 2,20. И полностью закрывает, прикрывает тело наших бойцов. С ног до головы. Ну, и на шлемнике. Но на шлемнике мы не делаем, потому что там, в других местах, это хорошо изготавливает умеет, да. И вот наш руководитель, Васильева Марина Никентьевна, она вот очень помогает нам вот эти все ткани, вот спанбон называется, да. Это как бы жуткая трава, да, получается, которая сейчас как раз там нужна. И они нам помогают и обеспечивают нам теперь материалами всеми. Потому что они не дешевые, их трудно достать. И, конечно, вот наши пенсионеры, волонтеры, они, кроме того, как плести вот эти маскировочные сети, шитья вот этих кенчах, расхалда, они еще собирают деньги, свои собственные деньги. И, конечно, помогают, как бы, добровольные пожертвования от организаций, от частных лиц, пенсионеров в основном. Поэтому, я думаю, вот эта деятельность наша, трудовая, волонтерская, я думаю, будет достойно оценена. Ну, не только оценена, но мы сами удовлетворены тем, что мы это все плечом и отправляем централизованно через наши вот главные боевые шелкопряда Якутии, через авиакомпанию Якутия, и наши бойцы благодарят через видео, через письма, ну, иногда мы даже напрямую с ними в контакт вступаем, что эта каждая сетка спасает жизнь каждого бойца. После того, как они начали получать такие маскировочные сети, их жизнь намного, качество боевой жизни намного улучшилось, и они стали чувствовать себя защищенными. Раиса Дмитриевна, скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь плетением сетей, и, собственно, почему решили принять участие в этой акции? Ну, плетением сетей наша семья, вот, со своим супругом, да, я начала заниматься с лета 23-го года. Ну, по WhatsApp-у там читали объявление, что помощь нужна, свободные руки нужны. Мы пенсионеры, у нас время есть, поэтому мы решили помочь. Сначала, конечно, стали искать, где там делают, да, по адресу пошли. Нас там научили, это здание детского сада бывшего, сейчас они тоже работают там. Вот они нас научили, как вязать все, от Адая. Потом, значит, решили мы и других проверить, да, что другие там эти пункты делают. Вот, тоже пошли в другой, там тоже это сети плетут, но сети они плели, это наша Никитза 10, они плели для техники. Сеть совсем другая, большая размером. Если вот это наша индивидуальная, то там уже для больших, там, до 5 метров, или там бесконечно, там. Вот, плетем совсем по-другому, а здесь тоже по-другому. Ну, потом пришли сюда, в этот музей. Ну, опыт у нас уже имеется, поэтому решили вот здесь, в парке, начинать. Ну, летом-то народу было мало, а потом уже стали приходить, ну, вот те, которые посетители, они помогали, мы их учили. Ну, потом уже нас стало все больше и больше. Ну, и сложился коллектив, очень даже дружный. Сам коллектив, вот, парка нам тоже очень понравился. Директор Дмитрий Иванович тоже подходит часто к нам, здоровается, там все спрашивает, как у нас дела. Вот, ну, и Сарголана Петровна руководит нами. Поэтому мы каждый день как-то вот идем, ну, как будто там это на работу идем. Вот. Ну, конечно же, довольны тем, что так мы помогаем нашим бойцам, потому что они говорят, что эти сети, они очень спасают ребят, очень нужны, не всем хватает. Даже по телевизору мы смотрим, там какая сеть, наша или другая. Вот, если, например, нашу увидим, то говорят, о, наша сеть, уже там на передовой радуемся. Ну, уже много информации пошло о том, что мы делаем сети, и по адвокатам снимали, и по радио там тоже выступали. Ну, и люди приходят помогать, и сами бойцы тоже приходят, заказывают. Мы им прямо здесь же и вручаем, вот сети довольны, уходят. Когда полетем, мы думаем о наших бойцах, которые сейчас там в трудных условиях, и поэтому думаем, как бы там слова такие про себя говорим, чтобы эта сеть охраняла их, чтобы спасла их жизнь. Вот, кроме сетей, наши вот делают еще хоросхалы, вот эти обереги, да, вот обереги тоже специально вот говорят, напутственные такие слова или пожелания бойцов. И вот так вот мыслями мы с ними, да, чтобы их охранять, чтобы они вернулись домой живыми, здоровыми, ну и с победой, конечно. У многих, кто ходит постоянно, да, у них все равно там есть родственники, племянники, сыновья, вот обычно вот именно вот они вот активные помощники. Ну, а сами вот дети, школьники, они, конечно, там приходят по заданию школы, там классов руководителя или организаторов, тоже очень помогают, стараются. Вот, ну, в основном школьники ходят к нам на мастер-классы специально. Школа 39-я была, школа 5-я была, балетная школа у нас была. Да, ну и работники культуры и образования, у них здесь проходили республиканские семинары, вот на семинарах, вот участники семинаров приходили, и мастер-классы мы проводили, они научились, говорят, мы там тоже будем делать. Вот, с интересом они слушают, стараются, вот, поэтому с каждым днем вот наши ряды умножаются, вот, и это, конечно, нам тоже дает силы и уверенность, что действительно помощь будет необходимая.